Продолжение следует... При этом очень большое разнообразие достигается как между разными царствами, так и в пределах одного царства. Нельзя, к примеру, у тех же животных есть и рыбы, есть мрехпитающие, есть рептилии. Различия очень большие. Но при этом, если мы посмотрим на микроуровни, на живых существ, то мы заметим, что строение живых существ на микроуровне, оно очень схожее. Все живое состоит из клеток. Тут на картинке схематично изображена клетка. И в каждой клетке есть ядро, если говорить о эукариотах. Например, позвоночные, злотные, если не брать бактерий, у которых нет оформленного ядра. В каждой клетке есть ядро, есть метафондрии, есть центриоли. И в каждой клетке наследственная информация, собственно, программа клетки записана в молекуле ДНК. Это мы можем найти во всех живых существах. Основой для записи генетической информации в живых существах это ДНК, или безокси-либо-нуклеиновая кислота. Есть ДНК, безокси-либо-нуклеиновая кислота, и РНК, риббо-нуклеиновая кислота. Эти две молекулы позволяют записывать в себя информацию с помощью азотистых оснований. Их всего четыре. Если говорить про ДНК, то это аденин, тимин, гуанин и цитозин. И если вернуться к РНК, то можно заметить, что в РНК вместо тимина присутствует азотистых оснований урацин. Это мы их отмечаем. Также РНК имеет немного другую химическую структуру. Если в ДНК все это построено с помощью дезоксирибозы, то в РНК она построена с помощью другого сахара, риббо-з. Химическая структура ДНК включает в себя молекулы сахара и дезоксирибозы, которые соединены между собой паспатом. И к дезоксирибозе крепится азотистые основания. Также важно знать, что это уже химическая структура, то что у каждой из цепей ДНК есть три, четыре конец и пять, четыре конец. И в ДНК они находятся в разных направлениях, в разных спиралях ДНК. И существует принцип комплементарности азотистых оснований. То, что напротив аденина, как правило, а так должно быть, находится цитинин. Напротив гуанина находится цитазин. Это норма. В норме происходит. С помощью этого принципа комплементарности две цепи ДНК взаимодействуют между собой. И что самое важное, это то, что с помощью этой комплементарности можно ДНК реплицировать. И мы таким образом подходим к одному из важных свойств существ, как самовоспроизведение. ДНК реплицируется, но специальным образом. Мне это проще объяснить, если я буду рисовать пошагом. Одно понятнее для этого. Сейчас включим другую демонстрацию экрана. Соответственно, ДНК представляет из себя двойную спираль. Она залита в виде спирали, то есть витки. После этого фермент под названием топоизомираза ДНК распрямляет. Вот еще одно основание соединенной комплементарности. Она их расплетает. У нас получается такое подобие рельсов. Дело в том, что проще работать именно с распрямленными. С распрямленными лицами ДНК, чем со спиралидными. Потом фермент под названием силиказа расстегивает, как молния, ДНК. И у нас получается расплетенное. Маконно, что у нити ДНК есть 5 штрих конец и 3 штрих конец. И дело в том, что направление транскрипции, оно может происходить только от 5 штрих конца к 3 штрих концу. После того, как ДНК расплелась, то в работе приступает ДНК полимераза. Дело в том, что ДНК полимераза не может начать синтез самостоятельно. Она не может просто сесть на одну нить ДНК и начать синтез. Необходима затравка, необходим прайлер. Поэтому фермент, который называется праймаза, делает прайлер. Небольшую нить РНК, комплементарную, которая садится и позволяет начать синтез. После того, как прайлер сел, походит ДНК полимераза. Вы знаете, я рисую все очень схематично, потому что если я объясняю в подробностях, то понадобится гораздо больше времени на конъекции. И начинается синтез по одной из цепей. На этой участке ДНК это будет просто, потому что полимераза просто идет, ДНК растекивается, она продолжает ползти. Но на другой нити ситуация другая. Здесь синтез может идти вот в этом направлении. То есть на этой нити по мере появления, по мере расплетания будут садиться праймеры, праймазы, будут садиться полимеразы и продолжать делать синтез. И в итоге у нас, в результате у нас появится две нити ДНК. То есть произошло вдвоение ДНК. И это позволяет способность к самокопированию, это обеспечивает перенос генетической информации. Вернемся к презентации. Собственно, вот тут показано то, что я рисовал. Вот тут 5, 4, 3 штрих. На этом участке все нормально. Но на этом участке будут периодически подходить праймеры и наращивать. Вот, собственно, это ДНК. Вот, и у нас таким образом есть сеть ДНК, есть нить ДНК, и возникает вопрос, а как мы можем это ДНК, как оно может себя выявить? После того, на ДНК синтезируется РНК. Спираль ДНК расплетается, и в расплетенном участке на одном из кодирующих нити начинается смытос молекулы РНК с помощью РНК-полимераза. По принципу комплементарности нить РНК будет комплементарна нити ДНК. В результате у нас будет одна молекула РНК, которая комплементарна этой нити ДНК. То есть, если тут у нас выходилась какая-то последовательность, она будет перенесена на эту нить РНК. После этого эта РНК, собственно, каким образом мы записываем информацию в ДНК? Существует генокон. Информация написана с помощью триплетов. Эти три нуклеотида тут сейчас написано на языке РНК, потому что РНК переносит информацию для синтеза в белках. Соответственно, тут локисное основание урацил, то есть, у Суэр-РНК. И триплеты кодируют определенные аминокислоты. Также некоторые триплеты означают стоп-кодоны, когда прекращаются синтезы. Вот. Затем полученная нить РНК отправляется в цироплазму, где специальный ледочный органоид, который называется рибосома, начинает биосинтез белка. Диосинтез белка заключается в том, что нить РНК заходит в рибосому и постепенно через нее проходит. И при этом другие РНК, которые называются транспортные РНК, подносят аминокислоты. И когда РНК заходит в рибосому, в активный центр, то транспортная РНК со соответствующим антикодоном, который комплементарен, участку рибосомы, он туда заходит, заносит аминокислоту и присоединяет ее к предыдущей. И таким образом у нас проходит РНК через рибосому, и в результате мы получаем цепь из аминокислот или пептид. таким образом мы видим, что таким образом мы видим, что как из молекулы ДНК, с последовательностью ДНК, мы получили через РНК, мы получили белок. таким образом цепь ДНК проявил то, что было написано в ДНК, был синтезирован с соответствующим пептидам. Ну, разумеется, это самое начало, потому что дальше будут начнутся более поздние стадии изготовления белка, потому что пептид это первичная структура белка. После этого белок будет многократно модифицирован, у него будет вторичная, третичная структура в зависимости от того, что из себя белок представляет, какова его функция. Вот. РНК, которая заносится в хребосому, оно состоит из различных участков. Есть участок, который называется экзон, и участок называется интрон. И дело в том, что интроны, они не кодируют белок, и они при процессинге РНК, они вырезаются, и экзоны соединяются. Этот процесс называется сплайсинг. И каждый из экзонов, как правило, кодирует участок белка. Если рассматривать фермент в деталях, то можно заметить, что у фермента есть разные участки. Допустим, у него может быть участок связывания субстрата. У него может быть участок, который делает то, что фермент должен сильно реакцией. И, как правило, один из экзонов кодирует один даммин. Один экзон может включать за связь субстратом, другой из экзонов может отвечать за выполнение последствий функций фермента. И данный сплайсинг может происходить по-разному. альтернативный сплайсинг, когда интроны и экзоны могут в итоге перегруппироваться. и мы можем получать разные последовательности из экзонов и экзонов. И это может быть как полное соединение, это может как быть, что можем один фрагмент выкинуть, мы можем менять порядок и мы можем из одного гена получать различные белки, различные модификации. и центральная догма молекулярной биологии, она заключается в том, что из ДНК делается РНК, а из РНК делается белок. Можно подумать, что ДНК она прям полностью заполнена информацией о генах и о генах. Это не так. это дискуссионный вопрос, но есть сведения, например, что человеческий геном только около 5% ДНК человеческого генома, оно кодирует белки. А все остальные 95% это что-то другое, что белков там нет. Соответственно, что может быть в некодирующем участке? Дело в том, что мало просто записать информацию в ДНК, этого недостаточно. Это нужно все регулировать. Чем организм сложнее, тем меньшая доля его генома будет отличать непосредственно за белки. Если у бактерий кодирует большая часть ДНК кодирует белки, потому что бактерия это одноклеточная, там регуляция гораздо проще, то у многоклеточного животного этот процесс будет очень сложным, потому что мы состоим из огромного количества клеток. У нас очень много клеток, которые объединены в ткани. Ткани объединены в органы, органы объединены в организм. Все это должно взаимодействовать друг с другом. И взаимодействовать очень-очень слаженно. И благодаря этому живем. Если что-то начинает идти не так, то начинается патология. Если клетка ведет себя не так как положено, если она забывает свою функцию, она начинает неконтролируемо размножаться, то появляются опухоли. И чтобы все это было строго порядочено, чтобы все это держалось под контролем, очень большое количество днк, днк, но наполнено регулирующими последовательностями. Это может быть не кодирующие рнк, рнк, не делают матричную рнк, с которой делается билок, либо соль. Какие это могут быть? Это может быть транспортная, вот если я вернусь назад, это прежде всего транспортная рнк, которая подносит аминокислоту. Это может быть рибосомная рнк, потому что рибосом, органоид, который занимается синтезом, она состоит из рнк и белка. Это очень древний органоид клетки, и это понятно, потому что это то, с чего жизнь и началась с возможности писать ДНК, перегонять информацию из ДНК в белок. И если сравнить рибосомы разных организмов, то можно заметить, что они имеют очень сходное состояние. Это то, что появилось давным-давно, то, что существует столько существуем мы. вот. Дальше. ЦИС и трансрегуляторные элементы. Это регуляция. То, что перед каждым геном ДНК, как я сказал, оно не заполнено прямо начисто. Копирующие последовательности ДНК. Перед каждым геном стоит регулятор. Регулятор, который регулирует его транскрипцию, потому что ген, он не может как бы просто быть. Ген должен включаться в определенное время, когда это нужно. И это обеспечивается ЦИС и трансрегуляторными элементами. Регуляторный элемент это элемент, который находится рядом с тем геном, который он регулирует. Транскрипция, который находится на достаточно удалении от того участка ДНК, который он регулирует. Также есть электроны, о которых мы говорили. участки РНК, который не содержит в себе кодирующего белка, который, как правило, отрезается. Дальше это псевдогены. Псевдогены когда-то были генами, но в результате мутаций они потеряли свои свойства генетические. И псевдоген, он не может быть записан на ген. Допустим, если посмотрим на синтез ИРК-5, то можно заметить, например, что информация считывается триплетно. И разумеется, что нет абсолютно совершенных систем. И синтез ДНК происходит с ошибками. Иногда полимера зашибается. И подставляется азотистое основание в ДНК-ми то, какое нужно от рук опи. есть система защиты против этого, после синтеза ДНК проверяется, все ли нормально, и ошибки управляются. Но ничто не совершено. Что-то остается с ошибками. И в таком случае могут генокод закрасить ошибки. Это может быть либо в легком случае это может быть ошибка азотисто в основании. Тогда кодон изменится. Когда изменится кодон, вместо одной аминокислоты принесут другую аминокислоту. Исходы могут быть разнообразные в данной ситуации. Может быть ничего как бы не произойдет того, что аминокислоту поставили. Но иногда если это какая-либо ключевая аминокислота, которая находится в важном месте у белка, то тогда будет патология. Серповидно-клеточная анемия, когда эритроциты имеют форму серпа и из-за этого уменьшенный объем. Это обусловлено тем, что один из белков, одном из белков заменена одна аминокислота. И замена этой одной аминокислоты приводит к патологии. То, что белок из-за того, что заменилась эта аминокислота, он не может пройти все нужные стадии после синтеза. Эритроциты получаются дефектные. Ленисерпа и не могут выполнять свои функции. Но есть еще один тип ошибки, когда из триплета просто выкидывается одно азотистое основание. Такое тоже бывает. И это уже очень плохо, потому что тогда произойдет сдвиг рамки считывания. Мы видим, что тут находится все в триплетах. Если мы уберем одно азотистое основание отсюда, то триплет уже расположится по-другому. И в результате вся следующая последовательность, она изменится в форме абсолютно. Будут совершенно другие аминокислоты и ген будет совершенно другой. И получившийся пивок будет совершенно другой. И если эта ошибка затронет не только сам ген его полностью регуляции, то все это сломается. Это один из вариантов, как ген может стать псевдогеном, потому что он сломался. И не может быть больше ген. Также есть еще у нас в ДНК такая вещь, как транспазон. Транспазон это мобильный генетический элемент. Дело в том, что наша ДНК оно замусорит, скажем так, там бардак. И в нашем ДНК находятся ретровирусы. Мы их не хватаем за все это время. И эти ретровирусы, они могут вставляться в определенные участки ДНК, могут уходить, могут приходить. Это фрагмент ретровируса. И иногда это может начинить проблемы, скажем, если этот мобильный фрагмент встанет в какой-нибудь из генов. Тогда он этот ген сломает, он встанет посередине него, если он сможет туда встроиться, или он может сломать его регуляторную последовательность, которая его читает. Также еще одна некодирующая ДНК это теломера. Теломера это ДНК, который находится на краях хромосом. Дело в том, что после репликации ДНК, из-за того, что одна цепь идет нормально, а другая вынуждена постоянно подстраиваться, то остается небольшой фрагмент одноцепочечной ДНК. И этот фрагмент одноцепочечной ДНК, он не может быть достроен, потому что праймаза не может больше поставить правильно. И в результате этот фрагмент он скушивается. Это один из способов защиты клетки от вируса, потому что ДНК должно быть одноцепочечным. Если ДНК одноцепочечная, то революция, в результате революции клетки научились определять, что одноцепочечная ДНК это вероятный вирус, и это скушивается. В результате мы с каждым делением теряем кусок хромосомы, укорачиваются. И чтобы этот не затрагивал важные гены, на краях хромосом стоят теломеры, которые в течение жизни нас уберегают от потери генов с краев хромосомы. Это раскусывание. Собственно, мы знаем, что есть гены, есть регуляторы, и каким образом это все работает, это большой вопрос, потому что мы знаем, что есть определенный ген, мы можем синхронировать ДНК, мы можем прочитать последовательность. Но если мы нашли какую-то новую последовательность, и мы предполагаем, что это может быть геном, то определить, что этот ген делает, просто так мы не можем. И наиболее типичный способ определения, какой ген что сделает, это loss of function. Этот ген нужно сломать, посмотреть, что будет с организмом в если допустим после поломки гена организм стал бесцветным, то мы можем предположить, что ген кодировал и ген. Это такой упрощенный случай. Но как правило выяснение функции гена это очень трудоемкая задача, потому что мы знаем, что ДНК превращается в РНК и делается белок, который на что-то влияет. И дальше надо узнать где он находится, что он делает. И выяснение данного вопроса это по сути то, что сейчас очень актуальная проблема молекулярной биологии. Знать всю регуляцию чтения ДНК как фрагмент ДНК за что отвечает. Это все требует большого количества работы, очень много проб и ошибок и необходимости уже использовать биоинформатику, компьютерные модели, чтобы это все можно было понять, потому что объемы информации очень большие. Собственно, поэтому это одна из очень интересных областей, которые стоит изучать. Мы можем прочитать геном, но мы не знаем, как что регулируется и как что читается. И выяснение того, как что читается, если мы разузнаем регуляцию считывание как читаются разные гены и как можно это корректировать, то это решит очень много проблем. Но это очень сложно, но я надеюсь, что в будущем мы все-таки это сможем делать. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.